Хоть на часах и девять утра на улице сильный ветер и по-настоящему осенняя прохлада, традиционный субботник состоялся. Преобразить город перед зимним сезоном на улице вышли не только работники различных предприятий, но и студенты, а также народные избранники почти в полном составе. Я уже практически объехал с утра всех, везде народу много, в скверы, парки, все места общего отдыха наших жителей. Конечно, наводится там порядок. И не только. Мне отрадно, что еще и дворовые территории сегодня вышли, жители сами, пенсионеры, большое им спасибо, для того, чтобы навести у себя во дворах порядок. Это хорошо. Конечно, на всю эту желтеющую красоту хочется смотреть бесконечно. Но рано или поздно листья сгниют, а убирать будет некому. Лозунг был такой, если дождя не будет, то мы, значит, придем на субботник. Вот сегодня все пришли. Дождя нет, и лучший способ не замерзать – это физическая зарядка. В стремлении к чистоте Орловских улиц отличилась и молодежь. Мы из архитектурно-строительного института. А, понятно. Ну, садится? Ну да, на добровольных началах. Несмотря на погоду, хорошее настроение. Ну, надо убираться в городе, потому что смусорят. А потом мы приходим и убираемся. Но были и те, кто решил сделать паузу, пока никто не видит. Менее зеленым наш город не станет. Ведь срубают лишь гнилые деревья. Да к тому же в ходе субботника было посажено около трех тысяч деревьев и кустарников. Парк Победы, где планируется создание по-настоящему парка с аллеями и приятного места отдыха, стал еще одним объектом экологического субботника. Сейчас проводится уборка всего города. Мы провели несколько совещаний с управляющими компаниями, с транспортными компаниями, чтобы они немножко изменили систему работы. Вот пример. У нас в прошлой акции была «Чистый город». Было выведено из города всего 250 кубов мусора. Всего. Раньше это было под тысячу. То есть, в принципе, уже ситуация сдвигается с мертвой точки. Более эффективно начинают работать все люди, которые должны за это отвечать. Это не акция, это просто работа. Кстати, последствия постройки коллектора, огромная куча строительного мусора перед стадионом имени Ленина, были, наконец-то, устранены. Убрать ее не могли около года. А чтобы она исчезла, потребовалось-то всего ничего, пару часов. Главное, чтобы чиновники и все жители города помнили, экологическое состояние наших дворов, парков и улиц – это и есть лицо нашего города. Сергей Гудков и Артем Моисеев для программы «Оперативный эффект». Продолжение следует...